Это будут билетные кассы, там будут двери метро, здесь будут установлены турникеты, полностью будут в таком стеклянном. Подземные лабиринты станции «Вокзальная» постепенно преображаются в пешеходные переходы и железнодорожную платформу. Здесь завяжется транспортный узел, зеленая ветка переплетется, синий. Здесь уже за этой стеной сразу начинается площадь Ленина. Да, здесь за этой стеной начинается площадь Ленина. Соединят станции друг с другом сразу два тоннеля. Такой переход оказался почти в полкилометра длиной. Для удобства пассажиров здесь установили подвижный полк. Это наши траволаторы, изготовленные на Могилевском заводе. Траволаторы – это необходимость, во-первых, для того, чтобы пассажирам удобно было перемещаться с сумками большими, допустим, кому-то, тем более вокзал, перемещаться с одной станции на другую. Готовы к использованию здесь и мобильные лестницы. Эти эскалаторы также собрали в Беларуси. Выпуск новой техники освоили на предприятии в Солигорске три года назад. А вот так солигорские траволаторы задают направление фанатскому движению в метро Петербурга во время чемпионата мира по футболу. Метрополитен города на Неве первым доверился белорусским разработкам. Это, в принципе, готовая продукция, готовая уже к отправке потребителей, то есть заказчику. То есть это на станцию вокзальную, юбилейную, богушевичную. Вся сборка эскалатора здесь напоминает брутальную версию конструктора. Специалисты собирают габаритный механизм из деталей собственного производства. А вот дизайн подвижных ступеней получил и некоторый авторский апгрейд. Мы усовершенствовали, к примеру, ступени эскалатора. То есть они выполнены уже непосредственно из полимерных покрытий, то есть пластик. Что позволяет, скажем так, даже когда происходит износ, мы их можем демонтировать, переработать. И из них же, скажем так, изготовить новые снасти, ступени. Тем временем спускаемся обратно на большую подземную стройку. Осталось прокопать последний туннель между станциями. Пока скорости движения здесь небольшие. Механизированный проходческий комплекс Олесия соединит станции Жуковского и вокзальную более чем километровым туннелем через полтора месяца. А вот этот котлован специально оставили для того, чтобы встречать Олесию. Она сюда должна прибыть как раз-таки в начале апреля. Вот мы можем также видеть, что у всех станций третьей ветки метро появился свой стиль. У них у всех в дизайне присутствует зеленый цвет, и именно так их можно отличить. Жуковского рабочий никнейм станции Ковальская Слобода. Отделочные работы здесь завершили уже наполовину. Кроме того, на платформах появится еще одно техническое ноу-хау. Здесь по краям платформы оставлена полоса для возможности установки платформенного ограждения. Это новинка третьей линии, так скажем. Будет специальное ограждение, которое обезопасит пассажиров от падения на путь. Окончательно соединить все четыре станции с железнодорожным туннелем планируют уже в этом году. А вот пассажиры опробуют новую ветку в первой половине 2020-го. Ян Пашкевич, Юлий Сахадзе и Денис Гатила о строительстве метро в твоем городе.